Что за... Радуги! Россияне все чаще стали замечать подростков в костюмах животных, в местных парках, торговых центрах и на улицах. Часть из них безобидно прыгают на четвереньках, а некоторые пугают прохожих. Видео со всех уголков страны, в том числе и из Ульяновска, регулярно появляются в социальных сетях. О звериной моде слышали и ульяновские школьники. Возможно, человек волен делать то, что он хочет, но если ты на площади стоишь на четвереньки и начинаешь гавкать или мяукать, то это уже не совсем норма. Про это я слышал. Мне кажется, что это не особо нормально. Есть же дети, которые маленькие, 3-4 года, это может быть нормально. Но если мои ровесники, это, мне кажется, немножко не то. Подражать животным это не по-людски. Обеспокоены таким поведением и родители подростков, считая, что такое явление на грани вменяемости. Очень странно. Я бы своего ребенка, конечно, отговаривала бы от такого. И это, мне кажется, какая-то деградация. То есть мы переходим к тому, с чего все начиналось. То есть мы из обезьян постепенно эволюционировали, а сейчас наоборот. То есть деградация. Интересно, что причин таких перевоплощений несколько. Часть детей Тириана – представители субкультуры, которые отождествляют себя с животными, как правило, хищными. Они не просто переодеваются, а копируют звуки и поведение представителей фауны. Некоторые подростки в костюмах занимаются модным видом спорта – квадробрикой, передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. Объединяет всех этих подростков одно – желание примерить на себя образ животного и носить маску, что, по мнению психологов, очень опасно, ведь это попытка отгородиться от реальности. Поэтому родителям необходимо прежде всего выяснить причины такого поведения своего ребенка и помочь ему решить проблемы, от которых он пытается уйти. Чаще всего нестандартные способы самовыражения свойственны детям, которым тяжело осознать свое место в обществе. И, как правило, ребенок при помощи конструктивных способов это может сделать, если он посещает кружки, дополнительные секции, занятия, где он может раскрыть себя как личность и как начинающий профессионал в каком-либо деле. Главное в общении с детьми – выявить сильные стороны и таланты своего чада. Ведь подражать животным может как прирожденный актер, так и будущий чемпион спортивных соревнований.